Федеральный центр поддержит ульяновских дольщиков. Регион уже в этом году сможет рассчитывать на софинансирование из российской казны. Средства помогут завершить строительство проблемных жилых объектов. В Ульяновске таких три десятка. Сегодня оперативные решения региональных властей ценил депутат Государственной Думы Александр Якубовский. Итоги его визита в репортаже Кристины Агафоновой. Обманутые ожидания, сорванные сроки, потерянные деньги. Спустя шесть лет строительная работа на Красноармейской 140 закипели вновь. На площадку пришел новый застройщик. Электрика полуэтажная, стояки протянуты. Сейчас выставляем щиты, подключаем их. Тоже ставим розетки около котлов. То есть я думаю, что в середине следующего месяца мы можем даже уже тепло дать. А в ноябре новоселы получат долгожданные ключи от квартир. Схема финансирования тоже новая. Через фонд содействия пострадавшим дольщикам. Порядка 70 субъектов Российской Федерации есть проблемы с обманутыми дольщиками. И из 70 субъектов, только примерно половина субъектов, которая озадачилась вопросом создания региональных фондов. И на данный момент менее чем 10 субъектов региональный фонд уже создан. В том числе в Ульяновской области. И поэтому, собственно, Ульяновская область может в приоритетном порядке рассчитывать на федеральное софинансирование. В Ульяновске с законом решили поддержать инвесторов, которые введут в эксплуатацию долгостроя. Областной бюджет компенсирует затраты на строительство. Федеральные эксперты поддержали. Создание фонда пока единственный механизм, который действительно решает проблемы дольщиков. А потому на федеральную поддержку регион может рассчитывать уже в этом году. 16 миллиардов в бюджете федерально предусмотрено средств. 2020 год будет сумма в федеральном бюджете увеличена кратно. И поэтому порядка полутора миллиардов нужно региону для того, чтобы 29 домов, которые есть в перечне сегодня в реестре федеральном, профинансировать и завершить работы, и сдать объекты. В бюджете региона до конца года предусмотрели более 23 миллионов рублей. Соответствующую строку расходов сохранят и в документе нового года. Ситуацию по каждому недострою рассмотрят индивидуально. А вот к виновникам в сорванных строительных сроках подход один. Федеральные эксперты настаивают на уголовном наказании. Кристина Агафонова и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск.